Девушки отдыхают Два яйца, все это мы перемешаем Помимо этого нам понадобится сыр Это финальная стадия Что еще? Ну и сосиски Сосиски, которые будут основными Для формы они нам нужны Слушай, давай я тебе отдам вот эту досочку Ты здесь ту оставь для сосисок А здесь нарежь, пожалуйста, петрушку Чтобы мы сразу подготовили начинку А потом мы с тобой Быстренько будем делать Мы звезды из сосисок Если вы не знали, что это возможно То спустя какие-то минуты узнаете Для этого картошка уже заранее сварена Теперь Она перемята в пюре И дальше это пюре Я смешиваю Добавили сюда два яйца Можно каких-то специй Сейчас, наверное, перец возьму, добавлю И затем зелень Это будет наша начинка Скажем так А форму будут создавать сосиски Которые мы выложим В виде звездочки Это похватит только, да? Да, только можешь мелко Я уже на разы прошел Так, хорошо Что нам понадобится еще? Мы пока духовку разогреваем до 180 градусов Потом уже все Да, потому что звезды будем запекать Мы отправим туда Потом наша кухня будет состоять из двух частей Первая часть, конечно, приготовления Ну, а вторая Ожидание Ожидание того, когда это все будет запекаться Но не мучительно и не долго Потому что всего лишь 10 минут Ну, по-моему, нужно, чтобы приготовились только сосиски Ну и яйца, картошки там А мне кажется, просто должен расплавиться сыр И получиться румяная корочка Вот это единственная задача Спасибо большое Тружку Что будем делать с сосисками? Для этого, конечно же, понадобятся длинные сосиски Чтобы звезда была большая Но мы взяли обычные стандартные сосиски Поэтому проводим такой вот эксперимент небольшой Нам нужно будет примерно 2 см сосиски отрезать Ну, то есть, если бы сосиски были длинные Мы бы просто делили ее на две части И тогда бы у нас уже получалось Так После этого мы подделаем вот такой вот надрез Аккуратненько, прям ровно пополам По центру, да Ну, затем нужна будет шпажка То есть, нам нужно, чтобы у нас получилось Вот смотрите, сейчас я покажу зрителям Покажите То есть, нам нужно, чтобы получилось 10 вот таких деталей Которые мы будем складывать на противне в звезду Вот таких Протыкаем все это Только на краешке, прям протыкай вот на краешке Чтобы максимально растянуть Да, получается 5 вот таких вот заготовок Нам понадобится для одной звезды Начинка готова А, нет, не готова Я здесь не забыла добавить Затем туда мы поместим пюре, которое сейчас Надя Вот приготовляет тоже Немножко осталось Зелень перемешивает Потом натираем сыр Сверху все это посыпаем сыром Ну и, конечно же, рассказываем о новостях Которые и из кулинарного мира к нам прилетели в это утро И не только Вот сэндвич Ты часто вот завтрак свой вообще начинаешь с сэндвичей Курбуля-два бутерброда И посредине это может быть и бекон, и колбаса И, не знаю, большое количество вариаций, как приготовить сэндвич Я не могу сказать, что часто, но иногда я люблю горячие бутерброды Вот так вот с сыром, с колбаской Ну, по большому счету это самый простой бутерброд Но вот в Нью-Йорке, который, в принципе, известен своими высокими ценами на еду Предлагает усудивный сэндвич для людей с изысканным вкусом и неограниченным бюджетом Все дело в том, что ресторан Дон Вагю, который подает клиентам только сэндвичи с говядиной вагю Представил сэндвич А5 Озаки В котором содержится 150 грамм говядины вагю Обжаренный в панировочных сухарях в течение 2,5 минут Это очень важно Мясо производится на японской ферме, которая каждый месяц привозит в ресторан только 5 коров Сэндвич подается в деревянной коробке с логотипом Тон Вагю И вот в меню заведения это вкусное блюдо будет стоить 185 долларов Но есть еще в меню и подешевле Можно за 25 долларов приобрести сэндвич с мясом Получен в результате скрещивания пород Black Angus и Tajima Вагю А за 75 долларов сэндвич с мясом кроме мизяки Вагю Очень большое количество различных вот таких вот сэндвичей Не дешевых, не считая стандартных цен Потому что если вы изысканный любитель сэндвичей То наверняка будучи в Нью-Йорке Можете попробовать, если конечно финансовая возможность вас позволяет Вот этот вот фирменный сэндвич за 185 долларов Мне просто нравится его подача Специальная деревянная коробочка с логотипом, с ленточками Как настоящий подарок Я тебе тем временем, знаешь, что хочу сообщить? Что это слишком длинные получаются сосиски Подожди, не-не-не, давай мы их все сделаем одинаковыми Потому что иначе наша звезда будет вся очень разнокалиберная Вот примерно такого размера Потому что иначе у нас сейчас одна звездочка займет целый противень Поэтому Давай, да-да, будем их одновременно все так порежем Да-да-да, давай Вот, отлично, кстати, у нас уже сейчас Что с этим делать? Ну, я не знаю, салат какой-нибудь Вам лет можно добавить Что, не найдем применение Я думаю, что в хозяйстве можно найти применение оставшимся сосискам Вот, ну и еще одна новость касаемо всех тех, кто, может быть, помимо сэндвичей Любят еще и сырные продукты различные Вот, кто бы мог подумать, что в Южной Корее в небольшом уезде Имсиль Есть тематический парк развлечений Имсилчис Он называется площадью 130 тысяч квадратных метров Который полностью посвящен сыру Вот, ну, я подумал бы в Голландии Может быть, в каких-то европейских странах Но то, что Южная Корея, даже догадаться бы не смог Вот, вместо положения парка может показаться, конечно, несколько странным Но есть на то одна очень важная причина Исторически сыр никогда не был популярным продуктом в Южной Корее И появился он в рационе питания местных жителей Сегодня же, ну, последние несколько десятилетий Поэтому парк Имсилчис является демонстрацией любви страны К этому относительно новому молочному продукту Посетители Имсилчис имеют возможность узнать познавательную информацию о сыре Продегустировать данный продукт Приготовить сыр своими руками И прокатиться на нескольких тематических аттракционах На территории парка есть собственный завод по переработке молока Специализированный магазин, где вы можете привезти понравившийся вам сыр Ну и, конечно же, отведать блюдо на основе сыра Которое также производится на территории данного комплекса Ну, в общем, такое вот необычное место Где можно целую семью провести целый день Вот, там насладиться и сыром И узнать, как он готовится И узнать, из чего он состоит То, что все это мероприятие происходит в Южной Корее Это необычно, конечно Я тебе скажу, что необычного размера получилась запланированная нами звезда Она какая-то гигантская Она просто невероятная Сейчас я пробую сделать вторую поменьше У нас будет одна для... Слушай, ну мы могли бы... Родители вторая... Ну да, могли спокойно... В общем, берите обычные стандартные сосиски Мы сейчас только что сами себя проверим И режьте их пополам, да Берите обычные стандартные сосиски, режьте их пополам И у вас получится замечательная начинка Вот, не начинка, а основа этой звезды Сейчас вы увидите Давай, вот еще нам остается вот эти продеть Ну, только зубочистки надо маленькие И сформировать Да, кстати, зубочистки просто мы не нашли в магазине обычные, обычные, такие деревянные, естественно, пластиковые шпажки не подойдут, поэтому мы здесь занимаемся Конечно же, после того, как блюдо уже будет готово, мне это все необходимо вынуть, дай бог, не подавать, конечно, так это на стол, потому что надо... Так, сейчас, так продевайте еще Так Нам нужно пять... Ты сыр любишь встать? Таких треугольничков сыр Скорее да, чем нет Вот давай так я тебе отвечу Хорошо Это не самое... Нет, я думаю, что я буду как раз пытаться пюре распределить в звезды А ты будешь заниматься сыром Так, еще немножко осталось у нас Так Помимо этого, конечно же, поговорим немного о других новостях О новостях красивых и рекордных Новый рекорд, я думаю, что уже удалось им зафиксировать это в книге рекорда Гиннеса Появился в кантоне Педро... Сейчас можно сказать... Педро Манкаю Это на севере Эквадора Это скульптура, но это, я бы сказала, целая пирамида Сделана из металлического каркаса, сетки, в которой вставлены цветы Ее создатели намерены установить новый мировой рекорд по самому крупному цветочному оформлению Площадь постройки, похожую на пирамиду, составила... Этой постройке площадь составила более тысячи квадратных метров Чтобы ее украсить, понадобится 500 тысяч роз Послан на место администрации, жители кантона выращивают розы на протяжении многих лет И желают таким образом показать, что именно их цветы самые лучшие на Земле Я думаю, что им удастся все-таки поставить этот мировой рекорд новый Потому что 500... полмиллиона роз удалось уже по большому счету Ну, сколько я знаю, несколько дней все флористы, люди, которые просто пришли на помощь тем, кто все-таки решил установить этот рекорд Трудились на протяжении пяти или шести дней Устанавливали вот эти вот... помещали вот розы в эти металлические конструкции Потому что получилась такая вот необычная пирамида Правда, мне грустно думать, что будет после того, как зафиксируется этот рекорд Куда эти цветы отправятся потом? В том-то и дело, что уже вряд ли они будут кому-то нужны Можно подарить все эти цветы жительницам этой местности Эквадона Поднять настроение, правильно Так, вот что у нас... У нас две звезды, одна маленькая чуть больше получилась Так, наши телезрители, кажется, этого не видят Давай, ты натирай быстро сыр Я сейчас быстро дополню вторую звезду картофельным пюре И сыром посыпем сверху И дальше наша звезда отправится в духовку Как раз она примет такую, ну, скажем так, цельную форму Потому что пока что это разрозненные фрагменты Которые при запекании уже станут таким цельной звездой А я еще одну новость расскажу У тебя сегодня прямо... Да, о рекордах Нет, просто меня сегодня, да, вот так получился Запас Я больше сегодня говорю, чем что-то делаю Нет, почему-то очень много... Картошкой сегодня занимаешься, а я только сыром Мне просто хочется, чтобы мы успели все показать Еще и запечь Что можно успеть за минуту? За минуту можно успеть на своей животе разрезать 20 арбузов Зачем это необходимо сделать? Не знаю Ответ не предполагается Ашрит Фурман, он вновь попал в книгу рекордов Гиннеса Нарезая вот этим вот мечом арбузы на своем животе 63-летний мужчина проставился тем, что устанавливал мировые рекорды Задумайся, более 700 раз 700 раз он уже в книге рекордов Всевозможные, да? Да, это абсолютно разные рекорды В частности, он нарезал арбузы на чужих животах А теперь решил установить рекорд еще и на собственном Представители книги рекордов Гиннеса настаивали, что мужчина за 20 минут разрезал только 20 арбузов Это было бы достаточно для рекорда Но он все-таки успел это сделать с 26 Такими вот вкусными арбузиками Да, в принципе он говорит, что меч был очень острый Но он не порезался И очень настоятельно после данного рекорда Рекомендовал всем, кто смотрел это видео Кто является его поклонником, фанатом Не повторять Потому что нож, которым разрезал арбуз Был очень острый И только подготовленный рекордсмен может такое осуществить Что еще можно успеть за одну минуту? За одну минуту можно успеть приготовить целый завтрак, если очень захотеть Сегодня, конечно, нам понадобилось не минута, но в принципе тоже условия экстремальные Ты вот это смело прям засыпай, засыпай сыром Давай я тоже мою маленькую звездочку украшу Сейчас мне хочется как-то, чтобы мы, наверное, развернули противень И все-таки показали, что у нас здесь Интересно, эти звезды Морские звезды из детских мультфильмов Про морских обитателей различных Потому что сверху все выглядит достаточно Глаза здесь какие-то появятся И надо еще говорить с левым голосом А мы потом можем помидорками сделать очень симпатичные глаза Нам никто не мешает Так, покажите мне, пожалуйста, на крупном плане Я попытаюсь показать зрителям, что у нас есть Значит, смотрите, вот таким образом выглядят наши звезды из пюре и сосисок В общем, давайте, мы будем их запекать Это будет недолго, нам главное, чтобы расплавился сыр И уже после того, как мы посмотрим следующий сюжет Покажем вам результат И вот мы вернулись опять на кухню Уже показать вам, что у нас получилось Процесс, как мы сказали, довольно быстрый Главное, конечно же, приготовить само пюре Ну а сосиски и вот вся эта начинка Она, конечно, готовится в духовке Которую мы разогрели до 180 градусов Буквально за несколько минут Все очень быстро Но мы разогрели, честно говоря, чуть больше Чтобы это все очень быстро происходило То есть 220 для того, чтобы максимально успел схватиться сыр Смотрите, то есть здесь достаточно Оно неплохо держит форму Если подождать, чтобы чуть остыло То я думаю, что оно лучше сохранит вот эту форму звездочки Да, и мы вынимаем все вот эти лишние шпажки Аккуратно и горячо Вы помните, что по одной на каждой сосиске То есть их всего пять Почтается пять сосисок В принципе, с одной сосиски можно делать сразу две вот такие вот структуры В-образные, да, которые потом, получается, нам понравятся Две с половиной сосиски Это большая красивая, мне кажется Две с половиной сосиски на одну звезду Так, если расчета точно ввести Давайте вот эту покажем Ну, что-то я там все пытаюсь перекрыть Все порчу Так не видно Давайте вообще Вот такое вот красивое блюдо Надеемся, что это еще и вкусное Вот такая у нас сосисочная звезда Да, мы вам желаем приятного аппетита И продолжаем нашу программу После рекламы вернемся Субтитры сделал DimaTorzok